Итак, всем привет, с вами Дубга, продолжаем играть в Фердс Франь 4 за Советский Союз с модом World of Blaze И я тут между сериями немножко пошаманил и решил все-таки по-другому сделать наши оборонительные планы Пойдем мы сразу вот на вот эту линию обороны Подстроим мы тут укрепы, хотя бы первого левела посмотрим, может где-то будет побольше Но факт в том, что укрепы либо первого, либо левела так, не знаю, шестого Иначе они в этом моде не работают Первого они работают, потому что они дают бонус к защите Седьмого они, ну шестого плюс где-то я бы сказал, они работают, потому что начинают давать дебафы врагам Просто фишка в чем? Фишка в том, что уж слишком много есть снижение вот этих вот дебафов И это еще типа не такая уж-то и жесткая дивизия Если там набрать что-то типа вот этого То есть видите, здесь в укреплении стакается атака От еще различных вещей стакается атаковое крепление Вот типа здесь видите 06 с этого И это у нас еще здесь нету танковых САУ По факту Можно даже вот так поставить, уже будет плюс 10 А опять-таки вот легкая САУ смотрим Нет ладно, здесь все еще плюс 10 Ну короче говоря, у жестких САУ тут реально хорошая Реально хорошая атака в укреплении И это раляет Более того, я подумал, давайте-ка попробуем все-таки пойти по текущему пути По доктрине По той простой причине, что тогда мы сэкономимся от опыта Да, мы чуть-чуть не станем сильнее именно качественно Через чистое качество Но в целом у нас сейчас хватает винтовок, чтобы зарядить себе ширину побольше Я уже поднял себе призыв повыше Я не хотел этого делать, но подумал, блин Все равно у меня потом переключится на расширенный призыв Все равно, но пока мобилизуется это, пока это мобилизуется Так что надо мобилизовать все дивизии и заряжать их сюда полностью Кроме того, я немножко подрядачил Вот здесь вот была рота связи Вот это Но я посмотрел, что это занимает еще Видите, 6 тысяч допки, наверное, не стоит этого делать Так что отменил Вот это я все еще оставил, потому что здесь только машины добавляются Машины у нас, в принципе, пока что хватает И по ощущениям будет хватать Вот, и сюда, я думаю, добавить бронетанную корзетку Просто потому что у меня есть легкие танки И они нигде не используются Это даст нам еще немножко защиты И немножко атаки А самогранно-противотанковой Давайте так и сделаем Вот, это насчет этого Кроме того, мы сейчас, как и в прошлой серии собирались Докачаем ставку И будем уже доктрины качать Получим еще минус 10 И смотрите, как я буду делать Раз, два по текущим бонусам Три тоже, потому что бонус есть Затем мы делаем какие-то фокусы Разблокируем уже вот эти фокусы Видите, здесь нужно, чтобы военная реструктуризация закончилась Это вот этот дебаф отсюда Она заканчивается Мы делаем этот фокус Это же правильный фокус? Да Делаем этот фокус И качаем еще вот эту доктрину У нас где-то будет под 200 опыта в этот момент Оставаться уже И в чем фишка? Вот эта доктрина еще дает укрепленность, которой нам не хватает И защиту и организацию То есть Наши действия будут прям солидные А то, что мы их заполним еще и касками Сделает их, как бы, ну, в теории еще лучше То есть мы сможем еще туда добавить по три каски Давайте сделаем только вот так Пожалуй, даже, возможно, вот так Потому что Нам нужна тяжелая пехота На самом деле и в обычной пехоте тоже Потому что, ну, слишком она бафает Так что давайте сразу сделаем вот так Сразу мы сделаем вот сюда дополнительных три каски Это все не стоит опыта Так что если где-то что-то ошибся Мы подрядачим Но у нас очень хорошие статы будут у дивизии И да, нам, конечно, понадобится еще вон там Где-то 700 тысяч мэн пауэра В дивизии Ну Что ж, это все мы Ну, тут пишется 600 Но там где-то 700 было, да Круление, видимо, разное везде Мы сейчас мобилизуемся Будет нормально В целом-то Можно было бы еще взять себе Идеологическую лояльность И вообще, я думаю, знаете что Мы уже дивизии наши сделали Так что давайте Тут по 3000 еженедельных ресурсов Потеря организации минус И штраф за окружение В принципе, все Если этого нужно Только окружения, наверное, у нас не будет Ну, по крайней мере, я буду стараться Их не допускать Но людские ресурсы И потеря организации мне точно нужна Но мы Начинаем всего отформить Нашего Рокоссовского Хочу ему сделать танкового лидера Потом сменить его на Ну-ка, где наш Вот этот парень Черняховский Он, видите, получает опыт Плюс 30% То есть его можно нормально раскачать Он первого левела Британка-офицер То есть он будет атаку чаще качать Так что мы потом сможем Его немножко подкачать В любом случае Что ж, поехали А почему эта авиация вся не работает По одной простой причине Здесь снабжения, блин, не хватает Так что, ну Все логично было в этом Давайте истребители перебросим вот сюда Потому что здесь Хотя бы есть Кто перехватывать А здесь уже штурмовики будут работать База, там где есть хотя бы Какая-то эффективность Ну и на самом деле Вот эти наши дивизии Неплохой урон наносят Как вы можете заметить Да, у нас есть дебафы к дивизиям Тут ничего не поделать Но стат у них хороший И хотя у них очень низкая организация Но врагов нету Вообще, в принципе, атаки Так что Мы не получаем уроны А еще и броня Так что Мы формируем хорошо Потому что опыт влияет На опыт влияет То, сколько урона мы наносим Очень сильно Закачаем ему Здесь сразу танковой войны Организаторы должны Подкачать, кстати, для организатора Нам бы план Успеть набрать Собственно говоря И еще хитрого лиса Все это нам В идеале ему подкачать Но по факту Именно этому нужен только танковый Остального там попробуем Уже закачаем Как получится Задолим новый КВ Ставим их в производство Обязательно Нужны новые танки Всегда повышать И у нас теперь нужны Новые ресурсы Тоже их закупаем Обязательно Ставка есть Можем делать фокус На инженеров Потому что мы начали форты Строить очень активно Пускай и подстроятся Здесь мы еще строим Вот эти В принципе На, по-моему 50% А нет На 40% Честно говоря Я бы вот эти Переставал делать на 40% И фокусироваться бы Больше на фортах Как минимум Вот здесь Максимум Потом бы еще Где-то вот На вот этих вот линиях Наверное рубежах Здесь тоже Ну и Вот тут Я еще замечу Вот здесь вот я строю линию Потому что здесь у нас будет Модификатор на стейте Полном И на вот этом И на крымском На Как раз таки Орудия Прибрежные По-моему Он дает защиту Защиту от Воздуха Короче говоря Очень классные бафы Там очень хорошо защищаться Так, этот парень взял перки Основное что я хотел Инженера и мастер танковой войны В принципе ему этого хватит Он еще может и подкачаться Но у него Смотрите-ка У него еще есть кадр офицера Так что он докачается уже Сюда мы ставим Черняховского Пускай этот парень Тоже качается Тогда факт о неопадении Мы конечно же подписываем Ну и формируем Сейчас инженера Опять же И траволиса Ну и танкового Конечно генерала Итак здесь у нас Все что мы хотели есть Можем уже вкачать Вот так Не стесняться В принципе У нас 200 опыта Здесь у нас смотрите-ка Стоимость будет 75 примерно 73 даже возможно Что-то типа Потому что у нас еще там Минус 5 есть Мы покроем неплохо Видите у нас сейчас 200 Ну к войне мы еще где-то Соточку успим подформить То есть как раз Мы вернемся где-то Двум сотням Плюс-минус Возможно скорее Все-таки в плюс Вот А то что мы сейчас Уже подкачались Поможет нам Здесь чуть-чуть Побыстрее подформить Здесь я тоже Не буду брать правую Все-таки На аргуном Все-таки нужно И на атаку Чтобы максимум Держаться И атака Потому что у нас Атаки не хватает По сравнению с немцами Чтобы они переставали Настаковать Надо все-таки Наносить им урон Уступивать Но мы пока что Не качаем К сожалению Схитроварли Солдатер начали Нужно бы именно Было фланговать Но только так Вот мы смогли Это сделать У нас палитка Прибавилась Видимо Корабли достроились Да так и есть Значит мы делаем Вот так Пускай они тоже тренятся В принципе у нас есть На это топливо Пускай Занимаются Тут мы потихоньку Начинаем уже танки Обучать Причем так успешно Я им тоже Шаблоны сделал Вроде как Нормально Единственное Я сюда бы еще Вот так Бронетранспортеры Закинуть Либо моторки Взяли конечно Опять же Бронетранспортеры Я не уверен Что мы успеем Их достаточно Произвести К началу войны Так пока у нас есть Время Качаемся еще Патриарха Все Руси Чтобы получить Себе Плюс еще Скорость Восстановления Ну и лояльность На стабильность Типа норм Хотя у нас И так будет Сотка в войне И можно уже Потихоньку Начинать Авиацию Качать Хотя строить Мы реально будем Еще наверное Не очень скоро Более того Мы меняем тут Еще механ На новую единицу Потому что Они Неплохо Превышают По качественным Характеристикам Прошлое Так что Стоит точно Обградится Тоже И я тут Вижу Мы теперь Не производим Корабли Можно встали Это все Обратно Выкидываться И Мы начинаем Реально Солидно Застраиваться Фортами Сейчас Ну что ж Я думаю Можно будет И чуть-чуть Больше укрепить Потому что Во-первых Они могут Сломаться Первое Левело И не успеть Встановиться Тогда хотя бы Второе Левело Будет давать Бонус Здесь мы уже Строить Не будем Потому что Территорию Будем отдавать Как и все Вот эти Здесь мы Даем все Сразу Практически За исключение Того Что здесь Мы будем Подрывать Территорию Подрывать ЖД там И здесь Вот где-то Где у нас Уже есть Какие-то Укрепления Либо просто Хорошая Территория Типа Два города И между ними Лес Или здесь Минск С укрепами Там еще От Линии Сталина Потом по-моему Будут дополнительные Укрепы Как и вот На вот этом Берегу Так что Его тоже Можно подефать Здесь территорию Мы еще будем Немножко давать Остальное все даем Потому что В принципе Нам Нечего здесь Дефать Мы все равно Эти территорию Сдадим А нам Прогресс Капитуляция Неплохо Было бы поднять Потому что У нас От него Зависит Некоторые фокусы Некоторые решения Чем раньше Он у нас Поднимется Либо чем раньше У нас куча народа Потеряется Тем лучше И сдать территорию Которую все равно Сдадите Но с потерями В принципе Лучше Чем Просто Потерять кучу народу Попытаясь Пытаясь ее защитить И все равно Сдать Как бы Да Потому что Как говорится Защитишь землю Потеряешь людей Все равно Потом Заперут землю А если же Ты сдашь землю Но защитишь людей Ты ее потом Сможешь вернуть И логика Я считаю Это правильно Есть шансы Что это сказал Суньцзы Есть шансы Что так же Я так придумал Родовный человек В интернете Так что Слишком в это Не верьте Но тем не менее Вот и Реструктуризации Нету Теперь мы идем В пехоту Как я и говорил Хитрым миссиям Было посложнее Потому что В фланге Здесь было сложно Пробить Здесь везде холмы Но мы зато Теперь набиваем холмы Мы теперь Набиваем хитрого лиса Себя А и Нет Мы не успеем набить Получили мы Испанию марионеткой Я подозреваю Что она все равно Пойдет по пути С сопротивления нам Типа Я думаю Она пойдет вот сюда В теории Она конечно Может пойти и сюда Напомню Нет Подождите Я же правильно понимаю Ну да Вторая республика Она уже сюда Не выйдет Сто процентов Она должна была Вот сюда Видимо Да Пойти Ну Если я правильно Все понимаю Опять таки Так что Она потом пойдет Вот сюда Скорее всего Попросит Независимости Но в любом случае Хотя бы сейчас Она будет там Давать уже Некоторые бонусы А именно Наш субъект Испания Интегрированная Марионетка Дает нам 50 своих фабрик И 75 военных заводов Это ну Приятно Собственно говоря Чего бы нет Тем более Что мы тут Очень много Чего строимся Так что Нам Тем более Все постройки Что возможно Нужны И переставляем Также новые Тридцатьчетверочки И опять таки Новые ресурсы Нужны Мы их даем Что ж Танки у нас идут У нас Кстати говоря Еще тут Развернут дивизии Надо их Побыстрее На позиции Отправить Все таки Важно Чтобы они Там стояли И фармили опыт И мы потихоньку Закрываем Я бы сказал Наш фронт Вот этот вот Нам главное Вот эту линию Всю Прикрыть тяжелой пехотой Там уже Как бы Ну Попроще Будет чуть Пехотный корпус Готов Теперь смотрите У нас есть Маскировку Надо взять Это одно Но нам еще Нужно 1 мая Взять себе Советскую артиллерию И смотрите Ка 21 Но нам Как будто Типа Окей Сюда пойти Что у нас еще нужно Нам нужна Линия Сталина Это один месяц Получается Слушайте Нам на линии Сталина Сейчас улучшать Это получается 25 апреля Мы чуть ждем Берем себе Стоит к артиллерию И на На так сказать Остаток На сдачу Берем все экспертов Маскировки И у нас в принципе Все должно быть нормально Также мы тут Не забываем Включать любые Перки генералов Которые Могут дать нам Хоть некоторое преимущество Вот у этого парня Есть еще перки Приятная Укрепленность Плюс 5 Скорость создания Укрепления еще А Но они стоят В принципе нормально В позициях Хотя я бы Знаете Поменял бы Вот этих двух Ребят Хотя здесь 18 Так что Ну ладно да Пускай так и стоят И надо немножко Раскидать Дивизи Сейчас будет вот сюда Чтобы они Поподрывали что-нибудь Так за скидкой Получается чуть больше 75 Кстати говоря Получилось 79,5 Ну как я и говорил Нам это в целом Стоит взять Ну что 120 Как-то мы Дополучим Я надеюсь За полгода Где-то еще У нас Сейчас китай Китай Там-сям Отсюда Куча боев Потерь Урона Думаю Я понял Есть одна Бригада Механизированная Тогда окей Тогда окей Пускай в принципе Идет туда Даст им Преимущество Небольшое И Саппортов Все еще не хватает В огромных Количествах За два месяца Они покроются В скобочках Не совсем И Есть мысль о том Чтобы что-то Где-то подсократить Как будто Как будто Надо вот Типа сделать Где-то вот так Возможно Это все Не то Нужно реально Сокращать Роты связи Но вылетки Не хочется Вылетки Точно нет Но я думаю Надо здесь вот Ставить обычных Саперов Все-таки Это и Режение И люди И поддержки 8000 Господи Потому что Дает оно не так много Честно говоря В основном На что дает Типа если мы меняем Вот так видите Оно дает Атаку И хотя да Я хотел бы Атаковать этими дивизиями И эти модификаторы На самом деле Очень полезны На этих дивизиях Честно говоря Очень долго Я буду только защищаться А Дивизии нужно Чтобы были заполнены По максимуму Так что пускай Они будут Вот такие вот Но хотя бы заполнены Ну вот Мы покроем эти минусы Тоже в нормальных Количествах Механ у нас В небольшой минус Детский север Что под машинкам Обычно Машинок обычно И хватает Ну механ Я здесь вот тренирую Свои танковые идеи Скобочках одну Надо бы это прекратить Пожалуй Здесь мы готовимся Обороняться Еще вот эти вот Три дивизии Которые воевали В Испании С опытом Тоже едут на юге Помогать обороняться В целом Мы очень близки К тому Чтобы быть готовым Я считаю Потихонечку Мы тут Начинаем исследование Но реально Мы будем строить Где-то наверное Ближе к вот этим Начнем наверное С этих Еще когда-нибудь Очень не скоро Закончим Да уже С 43 Где-то Но здесь мы Достраиваем Второй левел Портов Наверное Насколько они окупятся В Крыму Еще так же Мы строим Седьмой левел Как я и говорил Такой Только левел Умеет смысл Три месяца На то чтобы построить Здесь Ага Это май Июнь Июль В 19 июля Построим ли мы здесь Шестой левел Вообще да Почему мы Дефим эту провинцию Очень особенно Потому что Это контроль Пролива финского Соответственно Если мы ее Не контролируем Все Смерть Наш влот Отсюда выйти не может И то что мы Здесь построили Будет бессмысленно Можно еще не забыть Поставить себе Военные верфи Это и сейчас Поможет нам Даремонтировать здесь все И в будущем Тоже ремонтироваться Все будет побыстрее Линия Сталин Готовы Ждем немножко Чтобы Взять себе Советскую артиллерию Итак Готов у нас Фокус наш Получаем мы По 15 Военных заводов Старые Не отменяем Причем Нам эти Эти нужны Ставим их Поближе К текущим Так сказать И Надо найти Эти 15 заводов Теперь у нас А вот эти Вот это новые Да видите У них вествийность Нет Пускай они туда идут Это все нам Обязательно Нужно оставить А возможно Есть смысл Со старых Немножко выкинуть Типа вот с этих У них эффективность Была ниже То же самое Возможно Можно быть Делал Только Только давайте Дождемся Найдем Вот отсюда Допустим Еще пятерочку Можно сбросить Тут наверное Не знаю Уже опасно С этой артой Мы разрешили Все Нужно Вот этим Теперь Разрешить Пожалуй Немножко С танков Можно будет Брать Но больше Не хочется Хочется Все таки Квшечка Построить У нас сюда Еще пятерок Блин Это нам Потом Войня Ухнется Но нехватка ПТО нам Ухнется Больше Чем нехватка ПВО Хотя и то И то Нам очень Будет Не хватает Но Допустим Теперь 35 в день Мы будем Сейчас производить Здесь Немножко Поменьше Видимо Мы где-то Еще теряем За месяц Мы сейчас Восполним Но запасов У нас Реальных Не будет То есть Мы за первые Дни войны И стащимся С тяжелым ПВО Примерно Та же Ситуация А возможно Мне нужно будет Его потом Процесс Убрать Чтобы оно Было Именно В элитке Здесь нам Конечно ПВО Будет А слушайте Нам будет Хватать ПВО Здесь Если что Мы вот так Сделаем Скорее Всего Ну ладно Так у нас Тяжелые танки Готовы Кстати Практически Тяжелые танки Пойдут я думаю Куда-нибудь Вот сюда Либо На север Я еще не Уверен Пока что Надо подумать Вообще Вообще Возможно Я бы хотел Ими и в Киеве Позащищаться Так что Пускай пока сюда Эти как я и говорил Пойдут на юг Здесь будут Укреплять Где нужно Эти 4 элитные Пойдут вот сюда И нам бы еще Как-то вот это Все закрыть Ну есть вариант 1 резервы Вариант 2 Дал бы учать Еще элитку Но элитку Мы уже точно Не успеем Так что скорее всего Резервами будем Загрывать Либо отступающими Легкими Единицами Потому что Ну если Немцы Вот это Не захватят То сюда И проходить Будет не очень Так что Если они сюда И пройдут То окей Наверное Такая логика В принципе Применима Ну и как я и говорил Мы успеваем Еще делать Экспертов Маскировки Между Пущей датой И войной Тоже полезный Фокус Ну и вот так Вот я их Расставляю Одни в Киев Другие вот сюда Здесь достаточно Уязвимая позиция Немножко Я попереставлял Вот эти дивизии Чтобы в принципе Покрыть основу Вот этот покроет Раз, два, три Как минимум Вот этот покроет Раз, два Плюс, минус Здесь что-нибудь Но они будут Так вот Будут подниматься Этот будет идти Направо По своим Этим дорогам Здесь они Подрвут Пойдут потом сюда Эти пойдут Вот здесь Подрывать Но короче говоря Должны Плюс-минус Здесь все ПЖД Сломать В Крыму Я чувствую Мы еще одно Укрепление Не успеем довести Так что только одно Но еще вот это Успеем К моменту Когда туда Подойдут Остальные нет Здесь же мы Ну кое-как Что-то успеваем Тут как Уже успеем Реально Реально Мы теперь Копим Дни фокусов На Чрезвычайной Полномочия А здесь Пожалуй Сделаем Операцию По Дешифровке 30% Это солидно Надо было Начать На самом деле Пораньше И вот это Тоже надо было Начать пораньше Но лучше Поздно Чем никогда Будем готовить Связи Чтобы потом В наших территориях Да и у них Тоже поднимать Сопротивление А вот Вот еще Наши Наши Две Среднетанковые Дивизии Готовы Тоже Куда-нибудь Одно Сюда Ну Хз Сюда Не хочется Сюда Вряд ли Будет Нормально Атаковать Ну Вот Куда-нибудь Вот Сюда Возможно Юг Будет У нас Танками Укреплен Север Лесами И мы Спеваем Развернуть Еще Три Среднетанковые Дивизии Чему Я Несомненно Рад Можно Еще Одну Закинуть Подготовку Ну Да Не Больше Одной Точно И Тоже Надо Подумать Куда Их Раскидать Я Был Попробовал Куда-нибудь Тоже Опять же Вот На Вот Эти Не Самые Прочные Позиции Так Здесь Ребятам Пора Прекращать Тренироваться Уже И Укрепляться Начать В принципе Вот Так Мы Сделаем Эти Уч Успеют Скайда Обучаться И Позже Чтобы Эти Успели Быстрее Обучиться Все Так Там Баф На Обучение Полезный Для Нас Ну Что Оно Третья Пятилетка Сорвана Будь Они Неладны Поехали Сразу Чрезвычайная Полномочия Здесь Сразу Смотрите Что Мы Нажимаем Нам Точно Нужна Будет Патрическая Борьба И Особое Поручение Но Не Прямо Сейчас Пожалуй А Когда Мы Будем Хочется Но Других Вариантов Особо Нет Ну И Мы Сразу Выжигаем Все Эти Проинцы И Отходим Дальше Причем Побыстрее Чтобы Выжигать Остальные Ну А я Думаю Сам Конфликт Мы Начнем Реально В следующей Серии Ребята А с вами Был Дабгай Ну Что У нас Будет Невероятные Войны Впереди Невероятные Битвы Если Вы Вдруг Еще Не Подписаны Подписывайтесь Лайки Комментарии Все Как Обычно И До Скорых Встреч Пока